Главное за день. Вечерний вор, смерть в депо, Жириновскому все хуже. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправных деяний. Лес вокруг Верхней Березовки редеет, кто на этот раз наломал дров. На борту 36 посадочных мест. Несмотря на свою габаритность, он довольно быстрый. Как самолет, но не летает. В Бурятии запустили самое большое судно на воздушной подушке в России. На улице минус 20 и выше, в квартире сразу холодно, особенно утром. Прожили там 7 лет. Так было, есть и будет. Вечная проблема. Переехали в город и благодать. Замерзшие и забытые. Жители Соснового Бора бьют тревогу из-за коммунальных проблем. Вы смотрите новости на АТВ. Меня зовут Мария Амвасканян. Здравствуйте. Наши корреспонденты собрали для вас самые интересные новости республики и уже готовы ими поделиться. Дарья Белева начнет с главного за день. Вечером уже я после работы работал до трех, до четырех и получаю что-то. И все, и Мария, и деньги. В поисках денег этот 32-летний мужчина после работы грабил квартиры. Поймать воришку удалось только на пятый по счету кражи. На допросе он признался, что утром присматривал дома, а вечером пробирался внутрь и похищал украшения, деньги и технику. За месяц с небольшим награбил примерно на полмиллиона. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы. Следственный комитет начал проверку по делу о смерти машиниста улан-уденского локомотивного депо. Сообщения о трагедии появились в социальных сетях 9 февраля. Коллеги погибшего предполагают, что причинами смерти стали высокие нагрузки и работа сверх нормы. Умер около работы. Начальство говорит, что он отдыхал 8 дней и наработал 194 часа при норме 126 в январе. Я подтверждаю, что мы работаем без выходных 16 часов. Очень тяжелый труд и оплачивается несоответственно. Следователи проверят действия погибшего работника, а также всех ответственных за охрану труда и медицинский осмотр в депо. Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому стало хуже. По данным Юра.ру он перестал узнавать окружающих. Владимир Жириновский не узнает соратников, родных и врачей. Его состояние остается тяжелым. Медики не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшего развития событий. В ЛДПР заявили, что их лидер ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону и скоро вернется к полноценной работе. А информация в СМИ преувеличена. По-настоящему огненные тренировки прошли у бурятских резервистов. После трех дней теории они отправились на стрельбы. Сам я срочную службу прошел давно, 8 лет назад. Поэтому вспомнить, освежить какие-то знания, я считаю, всем будет полезно. Мне все нравится. По данным Суперджаб, 40% улан-уденцев готовы заниматься нелюбимым делом, если им вдвое повысят зарплату. 37% нет. Кстати, мужчины чаще делают выбор в пользу нелюбимой работы с большей зарплатой, чем женщины, аргументируя тем, что деньги – отличный стимул, чтобы сделать работу любимой. Лес вокруг Верхней Березовки редеет. Если раньше жители частного сектора часто рассказывали о горах мусора в лесу, то теперь его рубят, не стесняясь. Очередной факт заметили возле базы отдыха «Салют» и жилого комплекса «Европа». На место по сигналу горожан выехали специалисты управления административного контроля. 9 февраля в полицию железнодорожного района поступило сообщение от сотрудника городского лесничества о незаконной рубке шести деревьев в районе Верхней Березовки. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправных деяний. Пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в Комитете городского хозяйства уже подсчитали ущерб. Сотрудниками полиции в ходе выезда обнаружена незаконная вырубка шести деревьев. Сумма ущерба составила 45 608 рублей. Установка виновных лиц в настоящее время занимается сотрудниками правоохранительных органов. Вырубая тут и там по несколько деревьев, черные лесорубы словно нащупывают пределы допустимого, хотя иногда они переходят все мыслимые границы. Как это было два года назад, в самом сердце Верхней Березовки вырубили порядка 200 деревьев. И заметили это только благодаря спутниковым снимкам. В Бурятии появилось самое большое пассажирское судно на воздушной подушке в России. Накануне его торжественно спустили на лед Байкала по всем традициям. Только вместо шампанского – лед в форме бутылки. Наша съемочная группа и коллеги из других СМИ стали первыми пассажирами этого судна. Подробнее расскажет Алтана Мункуева. Сильный метель, порывистый ветер и нулевая видимость. В таком суровом настроении Байкал встретил своего нового обитателя. «Бирюса» – это самое большое судно на воздушной подушке в России. Его изготовили специально для новейшей туристической программы «Байкальская экспедиция». Размер у этого судна солидный. Длина – 18,5 метров. Ширина – 8. На борту – 36 посадочных мест. Несмотря на свою габаритность, он довольно быстрый. Максимальная скорость судна на воде – 64 км в час. На льду же чуть быстрее – 75 км в час. Высота воздушной подушки – почти метр. Это обеспечивает судну высокую проходимость. Строили его больше года в Санкт-Петербурге. Это индивидуальный заказ федерального тура оператора «Водоход». Именно они и запускают удивительное путешествие по Байкалу. Представитель компании признается, что не все давалось легко. Для завода оказалась непростой задачей изготовление пропеллеров, лопастей. Потому что это суд для них тоже головное, оно нестандартное. Такого размера они никогда еще не строили суда на воздушной подушке. Поэтому и лопасти совершенно другого размера были. Они их отливают самостоятельно. Там особая технология. Внутри, как в самолете, рядом с каждым креслом откидной столик, USB-разъемы для смартфонов и органайзер для вещей. Удобство также на борту. Теперь путешествие по Байкалу станет намного комфортнее. Наша Бурятия, она известна своей первозданной природой. Сам Байкал имеет очень много точек притяжения. Но они были ранее недоступны для туристов. И сегодня вот как раз эта техника, особенно на воздушной подушке, позволит увидеть их, познакомиться и при этом не наносить вред нашей природе. Байкальская экспедиция – это 10-дневный тур по самым удивительным местам Священного озера. Его стоимость варьируется от 140 до 200 тысяч рублей в зависимости от маршрута. Это открывает очень большие возможности для наших туристов для посещения труднодоступных, уникальных мест нашей республики. Большому кораблю большое плавание. С праздником, дорогие земляки! Жители Соснового Бора замерзают в своих квартирах. Больше недели назад на местной котельной произошла авария. По словам очевидцев, военный городок очень плохо обслуживается управляющей компанией. Как в таких условиях выживают люди, разбирался Александр Гостев. Котельная в Сосновом Боро оказалась не готовой к отопительному сезону. Это стало ясно после первых серьезных декабрьских морозов, когда здесь случилась первая же серьезная поломка. Тогда люди сидели без тепла 8 часов. Однако февральская авария показала, что никаких уроков военные коммунальщики из этого не извлекли. На улице минус 20 и выше, в квартире сразу холодно, особенно утром. Прожили там 7 лет. Так было, есть и будет. Вечная проблема. Переехали в город и благодать. Обратите уже внимание на Сосновый Бор. Температура в квартирах падает. Три дня сидим на обогревателях. Диспетчер ЦЖКУ говорит, что работает все в штатном режиме. Вода еле живая бежит. Сколько можно издеваться над нами? Такое сообщение появилось в паблике «Веселу Анудэ» неделю назад. С начала отопительного сезона в военном городке несколько раз отключали тепло. По словам коммунальщиков, одна из причин бодрящей свежести в квартирах – неисправный насос в котельной. Есть заключение эксперта, что это был заводской брак. Аварийная ситуация была в выходные и ее устранили за двое суток. Остановки котельной не было. Зафиксировано понижение параметров на 10 градусов. Проведен анализ всех аварийных ситуаций. Держим вопрос на контроле. Вчера в Сосновый Бор выезжали депутаты горсовета. Проверка показала, что проблема далеко не в одном бракованном насосе. Температура в квартире, она же зависит не только от температуры, которая уходит из котельной. Она еще зависит и от непосредственно самого обслуживания системы отопления в самом доме. То есть есть составляющая работы котельная, а есть управляющая компания. Но если мы говорим, что котельная и тепловые сети у них более-менее в порядке, то управляющая компания там не работает. И возможно, те жители, которые жалуются на понижение температуры, они как раз и попались именно на ту управляющую компанию, которая недобросовестно выполняет свои задачи. Каждый месяц мы оплачиваем 9 тысяч рублей. Вот заходите. Посмотрите. Ничего это не бегается, не ремонтируется. Как два года, все отшелушенное стояло, так и все стоит. Вот смотрите, видите вот эти вот стыки? Это у нас все, вот это все у нас бежит. Это что-то паутина? Да. Это вообще. А в смысле здесь никто не убирается? Здесь говорят, что вроде как убирается, но уборщица приходит. А за что платите деньги тогда? А вот представляете, вот не знаем. В ситуацию вмешался мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он поручил администрации Октябрьского района, Комитету городского хозяйства и управления муниципального жилищного контроля проверить подготовку к следующему отопительному сезону с особой строгостью. А если взаимодействие с местными военными не получится, руководство города выйдет на Министерство обороны России. Александр Гостев, телекомпания АТВ. Не переключайтесь, вот о чем мы расскажем после короткой рекламы. Все то же самое, как дома, только поменялся пейзаж за окном. Перезимовать в Таиланде. Сколько это стоит и стоит ли оно того? Единственный в мире байкальский датсан «Чудо Бурятии». Ну я зарабатываю на ТикТоке, да. Ну я вижу шубу, такая шикарная сумка. Интернет против ТВ. Кто кого? Свежий Улан-Удэ лайф с Антоном Лушниковым. Покупай в Абсолюте выгодно. Сыры предгорье Алтая со скидкой 34% всего за 99 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Каждые 5 секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Ваша оптика СССР. Полгода без теплой погоды и ласкового солнышка – повод махнуть на все рукой и уехать зимовать надолго и куда подальше. Известный бурятский кинорежиссер Юрий Батоев уже не в первый раз проводит зиму в Таиланде. Екатерина Быкова узнала у нашего земляка о том, почему стоит ехать именно туда, к чему готовиться и как сэкономить. Смотрим. Всем привет из солнечного, догадайтесь чего? Таиланда! Не, можно спутать с бурятией солнечной, потому что бурятия тоже солнечно. Но так как бурятия отличается от Таиланда тем, что у нас минус 30, здесь плюс 30. Поэтому в этом есть такая разница. Все, короче, мы поехали купаться. К неоспоримым плюсам Таиланда можно отнести его климат. Температура воздуха ночью незначительно снижается на несколько градусов и, по словам Юрия Батоева, можно спокойно лечь спать прямо на берегу моря. Никак у нас на Байкале, когда ты можешь днем в 30-ти градусную жару на солнцепёке страдать, уснуть на голой земле и утром проснуться с воспалением легких. Туристы, которые приезжают в жаркую страну на пару недель, стараются взять от поездки всё и питаются в элитных ресторанах, что обходится им в немаленькую сумму. Мы, те, кто находимся на зимовке, живем экономно. У нас в кондоминиуме есть свои плитки, сами готовим еду, либо покупаем недорогие блюда в супермаркетах. Вот такой богатый выбор недорогих натуральных блюд, которые вы можете приобрести в магазине и разогреть у себя дома. А это актуальные средние цены на продукты из потребительской корзины в супермаркетах Пхукета. Мы перевели их в рубли по текущему курсу и для сравнения включили в таблицу сегодняшней средние цены в одном из улан-удэнских интернет-супермаркетов. Следующая по важности составляющая зимовки – проживание. Арендовать номер в отеле – дорогое удовольствие, поэтому те, кто планирует остаться в Таиланде надолго, предпочитают останавливаться в кондоминиумах. Это квартиры, студии, либо студии с дополнительной комнатой, где можно замечательно провести несколько месяцев зимовки. Сейчас средняя цена аренды такого жилья на месяц варьируется от 23 до 34 тысяч рублей. А здесь, на балконе, там, где живу, мое рабочее место, все то же самое, как дома, только поменялся пейзаж за окном. Безусловно, самый удобный транспорт в Таиланде, как и во всей Юго-Восточной Азии – это, конечно, мотобайк. Небольшой расход топлива, небольшая невысокая аренда. В Таиланде можно сэкономить не только на еде, жиле и транспорте. Поэтому уличные стиральные машины здесь – довольно распространенное явление. Стирать в них, как правило, дешевле, чем дома. Однако нужно учесть, что делать это придется чаще, чем в России из-за жаркого климата. Почти везде вы можете встретить на улице вот такие стиральные машины, которые стирают по цене от 20 до 40 бат в зависимости от объема белья. Сюда вы загружаете стиральный порошок, сюда одежду, оплачиваете и все готово. Таиланд – страна развлечений. Только здесь можно за один день покататься на слоне, испытать на себе настоящий тайский массаж и до утра танцевать на самой громкой дискотеке под открытым небом. Почему я выбрал именно Таиланд для зимовки? Потому что я считаю, что это самая добрая страна, где я могу отдохнуть душой, набраться сил и вернуться домой, чтобы дальше реализовывать свои новые творческие идеи. Екатерина Быкова, Юрий Батоев, телекомпания АТВ Вспомните свое обычное детство. Наверняка многие из вас ездят на Байкал, например, в Инхалук или зимой в Сухую. Трасса хорошая, виды красивые, а по дороге вы проезжаете село Дулан. Стоит там ничем не приметный дацан. Но это только на первый взгляд. Многие проезжают мимо, потому что не знают. Такой буддийский храм – единственный в мире. Что за чудо находится в байкальском дацане, расскажет Анастасия Левина. Мы находимся в селе Дулан Кабанского района. Это байкальский дацан – единственный в России и в мире, посвященный духам воды. Ежегодно, традиционно мы каждый год проводим подношения Байкалу, подношения хозяина воды Лусудхану. В подношения входит восемь, получаясь подношения, то есть это первое молоко красной коровы. Не каждый знает, каждый к ламе ходит, лама говорит, приготовьте молоко красной коровы. Затем идет кефир, после кефира идут цветы, то есть олицетворение чистоты, мысли и так. Потом идут благовонные палочки, поджигаем эти благовонные палочки, очищаем как будто нашу местность. Затем идет лампадка. Я знаю, что это значит. Лампадка – это получается ясный свет, чтобы не было обращения ума, чтобы не были в темноте. Всегда у вас горел внутри очаг, как будто говорится, вы все светильники. Строительство Датсана как раз шло проект восьми лусудханов, монголы вели такой проект на протяжении уже пяти лет. Создание эти статуи, они делались в Уламбатаре, сделан из белого борджигина, борджигин – белый гранит, сделан из этого материала. Добыли они, получается, с родины Чингисхана, ну они так утверждают. Поэтому он крепкий, самый крепкий считается. Что вообще означает, я не знаю, символизирует? Черепаха – это, конечно, как символ постоянства. Затем идет цветок лотоса, это символизирует чистоту. Затем идет божество водной стихии лусудхан. Почему именно в теле, ну, женского тела, да, это получается, как монголы говорят, охинтингри – это небесная девушка, вот так, небесная богиня, вот так можно сказать. Вот вообще ваш Датсан, он чем уникален-то все-таки? Почему стоит сюда приехать? Ну он такой вроде как неприметный, ну вот на взгляд, да, простого человека. Чем он уникален? Конечно, может быть непривлекательный, может быть, это же от нашего сознания же там, чем красивее, тем некрасивее, это не важно же. Самое главное, что здесь есть, сама изюминка, да, вот сама святыня. Поэтому лусудхан – это уже святыня в Айхайску Датсанах. Мы каждый день все пьем воду, ежедневно пьем воду, ежечасно, может, да, ежемесячно, ежегодно, там, да, всю жизнь, да. Мы всегда как-то потребительски относимся к воде, к воздуху всему, да, а взамен ничего нет. Поэтому надо всегда взамен что-то давать. Мы знаем, что все больше людей смотрят новости, программы и фильмы в интернете. Это модно, современно, а главное, удобно. Мы и сами делаем именно так. Но есть свои плюсы и у старого доброго ящика. А что думают об этом улануденцы? И главное, что и где они смотрят? Об этом узнал Антон Лушников в свежем Уланудэлайф. На улице мороз. Мороз, поэтому сегодня я в капюшоне, сегодня я в шапке, сегодня я в двух-трех штанах. Но это не главный вопрос. Главный вопрос, из-за которого мы практически сегодня разодрались в офисе телекомпании АТВ, до нас дошла информация, что люди перестали смотреть телевизор и все больше обращаются за новой информацией в интернет. Давайте разбираться, где люди все-таки чаще бывают. В телевизоре или в интернете? Меня зовут Антон Лушников, это Улайф. Поехали! Здравствуйте, скажите, а вы чаще телевизор смотрите или интернет? Телевизор. Вы чаще телевизор смотрите или интернет? Интернет. А что по телевизору смотрите? Ну, новости. А что в интернете смотрите? Мне некогда, я ничего не смотрю. Сейчас Невский. Невский. Ментовские войны. Ну, это само собой, это все смотрят, чего греха таить. У меня вообще телевизора нет. Почему нет телевизора? Мне он не актуальный. У меня две странички, если вот так вот честно получается. У меня была мечта создать страничку и показывать нашу бурятию. Вот все же показывают гадости. А мне вот интерес пришел показывать нашу бурятию с красивой именно стороны. А на каких блогеров на местных подписаны? Местных блогеров. В Инстему. А Анастасия Дашинарбоева. Ну, Асти Дашинарбоева, приветствие огромное. Татьяна Артистка. Нет. Ася Мармелад. Да. Антон ХХ1919. Приятно познакомиться. Первую страничку сделала, вот эту юморную, мне не получилось. Я начала там юмор выкладывать. Для этого нужен СММ-менеджер. А я этим в этот период скандинавской ходьбой занимаюсь. Важная у меня вторая страничка. Вообще медиа редко употребляю. Все равно читаю. 10 тысяч подписчиков пока я показываю. И 419 Тарабагатай набрал. Миллион 200. От Сагат. От Сагат вот вчера. Откуда информацию черпаете? Я имею в виду не... Ну, я имею в виду новостную. Так, ну, сотового телефона чаще. А в соцсетях сидите? Ну, сижу. Ну, я не люблю очень такого. Получается... Что в мире происходит? Откуда узнаете? С Google там, как открываешь. Что происходит в мире сразу, да? Вбиваете? Не, ничего не вбиваю. Ну, как? Смотрят же не только взрослый интернет. Ну, да. Идите. Да. Хотелось бы, чтобы там, наверное, более... Ну, вот... Ну, такие... Какие-то бывают же такие, что вот детям нельзя смотреть, да? А вообще, можно, наверное, заработать-то на ТикТоке? Зарабатываете? Ну, я зарабатываю на ТикТоке, да. Ну, я вижу, что вот такая шикарная сумка. Полотенце. Кстати, зачем вам полотенце? Что вы делаете? Нет, ну... Так. Так, он не включается что-то. Ага. В Кяхте-то кто живет эти? Вы в Кяхте? Да, вот я еще мечтаю туда съездить. Как они... Многие говорят, что по телевидению всегда правду говорят. А блогеры все обманщики в интернете. Я такое первый раз слышу. Сангулы? Не-не-не, не сангулы. Ой, и забыла я, как они называются. Кстати, этот выпуск где сейчас смотрите? Если на телевидении... Спасибо вам большое за то, что вы с нами. Передаю слово ведущему новостей. А если вы смотрите этот выпуск сейчас в интернете, где-то в Инстаграме или, может быть, на нашем Ютьюб-канале, то обязательно оставляйте свой комментарий, потому что за лучшее сообщение от нас и от Михао-Салона Иринель подарок. Сертификат на сумму 5000 рублей. А я хочу напомнить, что также каждый покупатель Михао-Салона Иринель автоматически участвует в розыгрыше круиза по Средиземному морю. Мало того, что мы русские буряты живем, и еще третий нацик тут... Ивенки. Они как и там... Сабандуй-то мы их на и отмечаем. Как эти... Ой, забыла я. Исламисты же они, ислам же у них вера-то. Да, а кто, я не знаю. Ой, я забыла, как они называются. Я растерялась. Я тоже растерялась, честно говоря. На этом у меня все. Еще больше новостей на нашем сайте и в социальных сетях. Подписывайтесь, и вы точно ничего не пропустите. С вами была Мария Амбасканян. Хороших выходных и до встречи в эфире. Покупай в Абсолюте выгодно. Сыры радость вкуса. Со скидкой 30% всего за 129 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Оптика ССЭК. Вас ослепляют блики и свет фар. Специальные очки для вождения обеспечивают комфорт и четкость изображения. Это ваше здоровье и безопасность. Сохраните здоровье глаз. Ваша оптика ССЭК. СОЛЬНЫЙ 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 СОЛЬНЫЙ